на свадьбе главное чтобы было весело каждому гостю и маленькому ребенку и взрослой очень взрослой тете так вот он какой секрет долголетия интересно что она так ярко хлещет из кеги неужели волокордин приехала называется внученьку с днем свадьбы поздравить а ее на процедуру сразу же если кто-то думает что внуки у бабушек поправляются на пирожках и булочках то да они правы но без бабушек они поправляются от другого у них там походу вся семейка любит на руках походить не удивлюсь если у них и собака из той же секты или они вовсе так пищу принимают суп будешь да сядь нормально обратите внимание на двух чуваков которые помогают дамам вдоволь напиться я надеюсь они все-таки работники бара а не женихи но если только эта свадьба не в швеции было так вот один из них ну очень крутой жест сделал не заметили ну не зря он за ночь только тяжести перетаскал короче все довольны и жажда утолена во всех смыслах а напоследок вот вам социалочка кто пьет стареет быстро вот так вот едешь по незнакомому району голодный как собака а тут не магдака не чебуречная не бабулек с пирожками только какие-то странные пешеходы которые лезут тебе под колеса и тут на тебе мана небесная ну точнее не мана а борщ твою мать да это он родимый тут и капусточка и морковочка и лучок и наверное теплый еще сейчас погоди я догоню тормози 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 ща догоню возьму рецепт интересно что там у нее на второе может она уже там котлеты в выхлопную трубу закладывает сметанки взял парень да сметанки к борщу тут точно не доставало но так угодить нескольким мужикам своим борщом может только настоящая хозяйка а вообще представляю каково ее мужу чуть что сразу борща за пазуху или соленые рыбы по щам искусство пантомимы всегда требует толкования что он изображает это типа у него насморк он мечтает стать кормящей матерью он собирается на луну погулять в условиях слабой гравитации да нет мим просто хочет сказать что он очень бедный у него дома даже стула нет а посидеть так хочется ну наконец-то сообразили да тут хватит и на шкаф и на двуспальную кровать на радостях можно и шикарно потанцевать а нет пантомима куда более сложное искусство этими движениями он рассказывает что в театре задерживают зарплату за квартиру полгода не платил жена гуляет сын двоечник я задницу ему на деру да сам ты двоечник папа не верьте ему никто он не мимо просто хотел прочитать монолог гамлета слова забыл я тебе сам задницу на деру вот такие нравы в театральной среде что это с ней хотела выпить лимонада и продали не то собирается выступить в забеге на четвереньках есть театральном училище задали этюд земная гравитация а все ясно в системе реинкарнации случился сбой в несчастную девушку по очереди вселяются души протопопа авакума танцора рудольфа нуреева и турецкого разбойника посаженного на кол нет все гораздо сложнее и серьезнее она посланница инопланетной цивилизации альфы ориона она прибыла для того чтобы предупредить землян об опасности и просто говорить на межпланетном языке телодвижений которые я понимаю я таких не раз видел так земляне я молю вас а понял прекратить добычу углеводородов вы погубите свою планету прекратите бесконтрольный рост рождаемости занимайтесь спортом а что делают эти две представительницы земли снимают посланницу и совсем не рубят в межпланетном языке это был плюс сто пятьсот меня зовут максим с новым годом всем привет с вами макс и это вне игры это передача о сборке с юмором так что если клуба нету то шутка не воспримешь чувства юмора и иронии нету сама ирония значит не воспримешь паскуда я Продолжение следует...